Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена работе с единым налоговым счетом и едиными налоговыми платежами. Вы видите на экране наши контактные данные, электронная почта, телефоны, наши телеграм-контакты и адрес сайта. Если по какой-то причине вам оказалось неудобным время проведения вебинара или вы не успели досмотреть, например, до конца, то вы можете через некоторое время прийти к нашему сайту и посмотреть ее в записи. Мы выкладываем записи наших вебинаров и, возможно, там еще что-то будет для вас интересным и полезным. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. Контакты вы тоже видите на экране. Итак, мы начинаем. Собственно, программа нашего вебинара сегодня будет состоять из того, что мы поговорим о том, какие изменения произошли за первые полгода по единому налоговому платежу, как исправить ошибки. Ну, соответственно, по поводу перечисления налогов, это изменения и что изменили налоговики. Мы поговорим про доп-сервисы. Итак, немножко теоретической информации и о том, как будет построен наш сегодняшний вебинар. Нормативную информацию мы с вами будем смотреть на слайдах. И параллельно мы будем с вами обращаться к демо-базе ERP. И некоторые вещи мы с вами будем смотреть на примере ERP. То есть ручками будем смотреть, как повторить то, о чем мы поговорили. Итак, сначала немножко теории. То есть с нового года, как вы знаете, у нас налоговая система, в общем-то, достаточно сильно реформирована. И у нас введены единые налоговые платежи и единый налоговый счет. То есть счет не надо было создавать, его создавала налоговая инспекция автоматически. Но то, что надо было сделать ручками, это в план счетов в разделе «Главное» добавить новый счет 68-90. Это транзитный счет для работы с единым налоговым счетом. Именно на нем обобщается вся информация о состоянии расчетов по налогам и по взносам. Ну, мы с вами уже знаем все, что единый налоговый счет обязателен для применения абсолютно всеми участниками, так сказать, рынка. И это уже такого шока не вызывает, как в первые, скажем так, дни. Потому что в январе был, в общем-то, достаточно сильный шок. И бухгалтера метались, не зная, как правильно все сделать. И было очень много вопросов по этому поводу. На что нужно обратить внимание, что счет 68-90 не имеет субконта. Это, в принципе, удобно, потому что не нужно заполнять лишние поля. Но, может быть, несколько непривычно. Но, тем не менее, мы с этим уже полгода как работаем. Когда мы сделали дополнение, то у нас должен был выглядеть план счетов вот таким образом. То есть мы добавляли счет 68-90, единый налоговый счет. И поля субконта 1 и субконта 2 у нас при этом должны остаться пустые. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. Переключились на демо-базу. И прежде чем мы начнем работать с демо-базой, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Поскольку у нас изменений было достаточно много, у нас и добавлялись новые счета, как вот в нашем случае. И вводились новые формы регламентированной отчетности. И, ну, в общем-то, произведена интеграция с документооборотом. То есть переходили на электронный документооборот. Ну, в частности, это грузоперевозки коснулось. То есть изменений очень много. И, соответственно, эти изменения вносятся в программу, в ЕРП. И поэтому, если мы, допустим, приступили к составлению отчетности за полугодие, то нужно убедиться, что у нас актуальный релиз, что он содержит все нужные изменения. То есть в нем актуальные сервисы и актуальная регламентная отчетность. Сделать мы это можем вот по такой пиктограммке перейти. Это сервисы настройки. Мы переходим сюда, и нас интересует вот такая пиктограммка и с точечкой. То есть это информация. Информация о программе. Мы можем посмотреть, во-первых, это информация о том, какая у нас установлена платформа. Во-вторых, это информация о конфигурации, которая у вас установлена. И проверить, естественно, то есть какой последний релиз у нас установлен. И если необходимо, то провести обновление. Хочу отметить, что сейчас у нас мы с вами будем смотреть на 12-ом релизе 2.5.12.87. Но на самом деле сейчас уже есть 13-ый релиз и более поздний. Так что проверьте актуальность, чтобы потом не оказалось, что у вас была какая-то информация устаревшая. И, допустим, какую-то отчетность вы отправили на недействующих бланках. После того, как мы проверили актуальность нашей программы, мы с вами можем посмотреть. Сейчас мы перейдем немножко по-другому. Перейдем в раздел «Казначейство». И здесь у нас хочу обратить ваше внимание, что, собственно, поскольку мы работаем с платежами, то я открывала блок безналичные платежи. Ой, извините, пожалуйста. И, соответственно, мы посмотрим еще, как это у нас организовано именно со стороны работы с банком и со стороны создания документов. И у нас в блоке регламентированный учет. Теперь появился новый подраздел, который называется «Единый налоговый счет». Вот здесь хочу сразу отметить, что интерфейсы немного отличаются. Например, если вы в бухгалтерии работаете, бухгалтерия предприятия 1С, то там просто немножко иная компоновка счета и немножко другие документы. То есть у них в бухгалтерии есть начисление ЕНП и уведомления. Ну, к сожалению, помощник перехода на ЕНС – это уже не очень актуальная информация, потому что мы на нем уже полгода работаем. Но, тем не менее, если вдруг вы только сейчас переходите на ЕНП, например, у вас предприятие с маленькими оборотами, редко там, допустим, что-то происходит и нет персонала, которому вы должны начислять заработную плату, то вот этот помощник вам будет очень кстати. Я сейчас открою. То есть видите, здесь, в общем-то, все касается того, как перейти. И перейти мы можем по гиперссылкам. То есть, используя вот эти гиперссылки, мы можем провести все операции, которые необходимы по единому налоговому счету. Еще раз повторю, единый налоговый счет был открыт автоматически налоговыми инспекциями. И, собственно говоря, по состоянию на 1 января задача стояла в том, чтобы сверить сальдо, которое у вас сформировалось на этом счете, у налоговой инспекции с теми данными, которые были по вашей системе. Мы не будем подробно на нем останавливаться, мы пойдем немножко дальше. Значит, в ERP блок ENS немножко расширен, то есть у нас здесь включена корректировка расчетов по налогам. И в этом случае мы с вами можем в конфигурации ERP дополнять, если мы, например, выбираем, ну, выбирая первое попавшееся свое юрлицо, и мы можем выбирать вид операции, то есть налоги начисления, налоги уплата, пенни, штрафы и корректировка счета. То есть мы с вами выбираем корректировку счета, и в этом случае мы можем добавлять, ну, соответствующую информацию, либо списание, либо пополнение. Ну, я выберу сейчас пополнение, и обратите внимание вот на что. В принципе, это во всех конфигурациях и во всех 1С используется, что поля, которые имеют красное подчеркивание, вот вы видите его здесь у нас, это поля обязательные к заполнению. Если я не заполню эти поля, то программа мне не даст провести, соответственно, документ. Нет, мы не будем сохранять эти данные, потому что не заполненную нам не даст программу провести. Итак, значит, регламентированный отчет раздел нас интересует, единый налоговый счет. Ну, соответственно, чтобы выполнить какие-то платежи по единому налоговому счету, мы считаем, что мы уже провели подготовительную работу и добавили в план счетов, можно нам 68.90. И сейчас снова мы с вами вернемся к нашим слайдикам. Так, вот. Значит, и имеем у себя в плане счетов вот такую вот картинку. Следующее изменение, которое произошло, это два новых документа. Мы их только что с вами посмотрели в программе. Но на самом деле самое сложное, наверное, оказалось уведомление об исчисленных суммах налогов. То есть, если вы с начала года начали применять именно уведомление, то вы его применяете и в дальнейшем. Это организации, которые вместо уведомления создавали платежные поручения, то есть имели право отправлять платежные поручения, но до первой ошибки. Если в каком-то моменте в платежных поручениях по ИНС был допущен, например, какой-то, какая-то ошибка, то в этом случае предприятие утрачивает право подавать платежные поручения вместо уведомления и должно платить уже по уведомлениям. То есть то же самое, как применяют большинство предприятий. Здесь у нас есть один очень интересный момент. То есть в разделе «Регламентированный учет» мы с вами посмотрели блок для работы с ИНП и ИНС. И кроме этого, ну сейчас, во всяком случае, налоговики уже разместили несколько достаточно удобных сервисов, которым можно попасть в личном кабинете. Ну и в числе таких сервисов это у нас помощник для облегчения перечислений платежей по единому налоговому счету. Выглядит у нас этот помощник вот таким образом. Мы сейчас переключимся, посмотрим. То есть вот здесь мы с вами только что были. Блок «Единый налоговый счет» вот он у нас выделен красным. Если мы работаем в бухгалтерии, то у нас будет немножко другое расположение, естественно, и будет только два пункта, два документа, с которыми мы можем работать. А сейчас мы с вами переключимся на «Единый налоговый счет». Это у нас вот эта часть картинки, как вы видите. И вот так вот мы сейчас можем перейти на сайт налоговых органов и задать, например, личный кабинет. И в этом случае мы попадаем на помощника. Помощник выглядит вот, видите, тоже красное выделение. И комментируется здесь, в общем-то, в стиле диалога, наверное. То есть формируются вопросы, на которые вы должны дать ответ. То есть применяете ли вы общий режим, есть ли у вас налоговые, есть ли у вас наемные сотрудники и так далее. И выдаются вот такие подсказки. То есть работать сейчас через сайт налоговых органов стало гораздо удобнее. И, в общем-то, именно обмен с такими сервисами, которые сейчас появились у налоговой, то есть это личные кабинеты и это у нас дополнительные помощники типа налоговых платежей, работать с ними стало гораздо удобнее, но, естественно, безопаснее. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас есть для этого. То есть у нас есть раздел 1С отчетность. И здесь у нас есть раздел личные кабинеты. Обратите внимание, сейчас у нас откроется этот сервис. То есть 1С – это не только наименование раздела, это наименование дополнительного сервиса, то есть напрямую обмен с сайтами, например, налоговой инспекции. Когда мы переходим в режим, в раздел «Регламентированный учет», у нас появляется вот такая рекламка, где конфигурация сама себя хвалит. Ну и перейти по ссылочке вот этой, то есть здесь мы можем для того, чтобы разобраться более подробно, что этот сервис дает и чем он нам может быть полезен. Подключиться к сервису тоже просто, то есть вот по этой ссылке. Для этого не нужна помощь с админа, это можно сделать и самостоятельно. Мы сейчас не будем подробно разбираться с ним. Мы сейчас шли посмотреть личный кабинет. То есть личные кабинеты у нас была уже такая функция, но у них добавилось сейчас достаточно много сервисов. Например, если мы выберем кабинет налогоплательщика для юридического лица, то у нас открывается вот такой интерфейс. Ну, видите, поскольку у меня демо программа, я, естественно, регистрацию к личному кабинету не сохраняю, но вам достаточно перейти по ссылке для того, чтобы у вас все было, так сказать, в рабочем состоянии. И здесь достаточно подробно расписано, как подключить личный сервис, личный кабинет или юридического лица, или вот я сейчас возьму ИП, то есть будет то же самое. То есть, видите, прямой обмен, и вы можете войти в личный кабинет и по записи госуслуг, если это у вас ИП, и по логину и паролю. Ну, то есть, видите, вариантов много, как можно войти в личный кабинет и используя дополнительные сервисы. Еще один момент, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что раньше личные кабинеты в других органах, ну, то есть здесь у нас был соцстрах, ФСС бывший, сейчас уже исправлено на Объединенный социальный фонд России, и, соответственно, вы можете смотреть информацию, ну, во-первых, про личные проверки вашей организации, результаты актов и так далее. Так, и еще один личный кабинет, но уже для работы с электронными листками нетрудоспособности, подтверждения особого, подтверждения вида деятельности и так далее. Ну, то есть со всеми соцвыплатами. И здесь еще у нас есть единый портал госуслуг и статистического наблюдения. Я на статистику делаю отдельный, так сказать, акцент, потому что статистика начала применять штрафные санкции с прошлого года, то есть не декларировать, что она имеет право, а уже реально применять. И штрафы достаточно серьезные, то есть на первый случай это до 70 тысяч, при повторном проступке это до 150 тысяч. Согласитесь, очень обидные штрафы, когда достаточно было потратить 10 минут для того, чтобы зайти на сайт и проверить, под какие выборки вы попали. То есть в этом случае не нужно потом будет изыскивать, так сказать, средства для того, чтобы это выполнить. И здесь у нас появилась еще одна строка, это Банк России, личный кабинет. То есть, ну, поскольку у нас демонстрационная база, естественно, мы ее не подключали к этому сервису, но это помогает, во-первых, проверить сведения по тому, в какую цветовую индексацию получило ваше юртлицо. Как вы знаете, в этом сервисе, в сервис светофор отражается надежность партнеров, и которым вы платите, и от которых, допустим, вы получаете денежные средства. И если ваш партнер, например, вы находитесь в зеленой группе, то есть это благонадежные юридические лица, а ваш партнер, например, в золотой группе, то есть это значит, что у него были рискованные операции, то про красных и говорить не приходится. Красные – это в особой зоне риска, и, соответственно, в этом случае и ваше предприятие может при работе с таким партнером получить другой код, например, перейти в желтую группу. Сейчас мы снова с вами вернемся к нашим слайдам. Это мы посмотрели с вами переход на сайт налоговых инспекций, это сервис, 1С-отчетность, и посмотрели работу личных кабинетов. Когда мы с вами работаем с единым налоговым платежом, то, соответственно, считаем, что мы относимся к большинству, и не платежками уведомляем налоговую инспекцию, что куда заплатить, а пишем уведомления, то, соответственно, у нас возникает движение документов, вот как вы видите на экране. То есть у нас по 68, например, 0,1, проходят какие-то начисления на 68,90, и в дальнейшем корреспонденция с 51 счетом. То есть у нас получается, что дебет 68,90, кредит 51 счета, когда мы производим оплату по единому налоговому счету. То есть 68,90 – это у нас транзитный счет. И, соответственно, для того, чтобы на нем что-то отражалось, нужно проверить ГФУ на этот счет. Еще один момент – это списание, то есть сам факт списания безналичных денежных средств. Если мы, например, с вами работаем через рабочее место безналичные платежи, это у нас находится в разделе «Казначейство» и, соответственно, раздел «Списание безналичных денежных средств». То есть у нас на закладочке «Основное» мы в этом случае выбираем налог. У нас есть здесь кнопочка «Заполнить» и тип налогов. Сейчас мы переключимся снова на нашу демобазу. Так, это мы закроем, нам пока это не нужно. Так, чтобы нам не мешалось. Вот, то есть раздел «Казначейство», рабочее место безналичные платежи и, соответственно, у нас при этом открывается возможность списания, поступления как в ручном формате, так и сформировав, например, если вы работаете с казначейством через платежный календарь. В этом случае, если я выбираю списание, то есть ручное создание платежного поручения, у меня получается вот такая картинка. «Списание», я выбираю «Перечисление налогов» и в этом случае, у меня уже оно открыто, мы попадаем в саму платежку. Это я просто еще раз повторяю, что обычно делается при списании платежей. Ну, во-первых, я выбираю операцию «Перечисление налогов и взносов», а во-вторых, как только я выбираю налог, то у меня, как видите, очень маленький выбор, то есть «Перечисление налогов» сейчас допускается, то есть только через единый налоговый счет. Значит, у меня будет выбран единый налоговый платеж, и вот в этом случае я вижу комментарий и выделение, чтобы я, не дай бог, не ошиблась. То есть у нас с 1 января уплату налогов необходимо в обязательном порядке осуществлять через ЕНП. Счет 68,90, то есть это в случае, если я где-то косякнула и, допустим, ГФУ неправильно указала, и получатель. Ну, поскольку у меня вымышленные данные, то естественно, у меня программа ругается, что она не нашла информации о контрагенте и о его расчетном счете. Ну, естественно, это должно быть указано достоверно, то есть, ну, согласно вашим реалиям, какая у вас налоговая инспекция и ее реквизиты. И назначение платежа, то есть мы перечисляем единый налоговый платеж без разбивки по бюджетам, потому что платежи осуществляются в хронологическом порядке, и, собственно говоря, про это уже тоже очень много написано, это практически уже практика, которую применяют, ну, наверное, 90% участников платежей, поэтому мы останавливаться на этом сильно не будем. То есть это ручной вариант формирования платежки. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Так, вот. То есть ту картинку, которую вы видели в демо-базе, это после того, как я уже выбрала налог и, соответственно, либо заполнить нажала, либо ручками сформировала. То есть выбор у нас, видите, достаточно небольшой. Сейчас мы выбираем единый налог, и у нас изменяется интерфейс, как вы видели на примере. Вот этот слайдик, который мы с вами видели на нашей демо-базе. И вот информация, которая указывается после того, как вы выбрали единый налоговый платеж. То есть, собственно говоря, итоги того, что у нас есть с налоговым платежом, это достаточно немного информации. То есть, во-первых, то, что мы добавили счет 68-90, в этом отношении ничего не изменилось. А в том, что мы налоги и взносы учитываем, как и раньше, на тех же счетах, на раздельных счетах. То есть, у нас есть, например, 68-1, 68-2, 68-3. И, собственно, для того, чтобы проводить уплату, мы должны сначала эти суммы перенести на 68-90. То есть, для этого нам служат уведомления. При этом уведомления мы формируем по тем налогам, по которым отчетность сдается позже, чем мы подаем сведения про уплату. То есть, например, ну, если вы по прибыли отчитываетесь ежеквартально, то, соответственно, вы сдаете декларацию раз в квартал. И в этом случае уведомления формируются на те суммы, которые еще не прошли по отчетности. Потому что, если вы уже сдали декларацию, то у вас в налоговой эта сумма появляется. И уведомления не требуются. А если у вас сдача отчетности идет позже, чем дата оплаты налогов, то вот в этом случае нам будет требоваться составление уведомления. Ну и, соответственно, чтобы налоговая могла разнести у себя эти сведения. В принципе, очень интересный сам по себе механизм, если бы не было столько косяков. То есть, начиная от того, что было очень много нареканий, очень много конфликтных ситуаций в связи с формированием начального сальда, так и до сих пор возникают очень большие вопросы. Естественно, в первую очередь, по НДФЛ и по НДС. Потому что такой способ уплаты налогов, НДС в частности, в общем-то, очень тихо, мирно перевел уплату НДС за счет организации. То есть, если раньше мы могли, как бы это был налог, который у нас было и возмещение, ну, то есть, за счет бюджета фактически, то сейчас это авансируется за счет предприятий. Такая же ситуация у нас возникла с НДФЛ. И, в общем-то, налоговые инспекции уже теперь сами бьют тревогу по этому поводу. Сейчас мы с вами снова вернемся в нашу демо-базу и посмотрим, вот какие моменты. То есть, соответственно, поскольку жизнь достаточно осложнилась, нет, не будем сохранять, достаточно осложнилась при введении единого налогового платежа, то в программе появились дополнительные сервисы, которые позволяют, ну, более-менее уравновесить ситуацию. А посмотреть сервисы, которые у вас действуют, которые у вас подключены, можно в зависимости от того, какая у вас подписка. То есть, вот у меня сейчас выведено монитор портала 1С. И, как вы видите, у меня здесь есть сведения по условиям сопровождения, по обновлениям. То есть, можно посмотреть, требуется или не требуется уведомление. То есть, видите, обновление не требуется. Я могу использовать вот эту версию, но я могу посмотреть, что уже вышли и более поздние версии. То есть, если для меня это критично, я могу посмотреть, что у меня дальше. И, собственно говоря, сервисы, которые мне доступны по моей подписке. То есть, эти сервисов достаточно много. И хочу сакцентировать ваше внимание на том, что если у вас подписка проф, то вам эти сервисы доступны бесплатно. Если у вас подписка техно, то за эти сервисы придется платить дополнительно. Единственное, что сумма достаточно дружественная. То есть, например, 1С-контрагент у нас стоит на год порядка 4 800. То есть, согласитесь, если разделить это на 12 месяцев, то сумма получается вполне себе дружественная. Ну, соответственно, такой же сервис, например, ЭДО, то есть электронный документооборот. Ну и дополнительные сервисы, допустим, финконтроль, подпись. То есть, в общем-то, достаточно много, что можно выбрать. Допустим, сервис-контрагент, он позволяет при введении ИНН автоматически заполнять все сведения в 1С, которые содержатся в регистрационных данных, то есть в ЕГРЮ, включая должностных лиц, которые имеют право действовать от имени общества, включая все правильные, без ошибок, коды АКВЭД и так далее. В общем-то, это достаточно облегчает работу бухгалтера, который вносит данные, например, про контрагентов, или другого работника, кто вносит данные про контрагентов, например, коммерсантов, когда они работают с новыми покупателями и так далее. Но кроме этого, так, этот сервис мы пока закроем, сейчас у нас с вами открыта начальная страница, и здесь вы видите вот такую очень интересную таблицу. То есть, соответственно, если вы используете весь функционал ERP, то вы можете работать с моими задачами, в этом случае у вас будет высвечиваться, что, например, вам надо сделать, то есть обновить конфигурацию или посмотреть, что... Какие у вас иные задачи стоят. Сдать отчетность, если вдруг вы еще не уверены в сроках. Про отчетность напомню, что живет она у нас в регламентированном учете. Блок 1С отчетность. Этот блок у нас доступен из подраздела «Скадры», из подраздела «Зарплаты». То есть, это, соответственно, для удобства работы, ну и разграничения прав доступа. То есть, у вас может быть доступ для сотрудника оформлен в меню «Зарплата», но к регламентированному учету у него доступ может быть закрыт. И еще про какие сервисы мне, в общем-то, хотелось вам показать и рассказать. Это вот у нас в разделе «Регламентированный учет». Это немножко не относится к теме нашей сегодняшней встречи. То есть, это не работа с ЕНП и с ЕНС, но, тем не менее, у нас есть вот такие сервисы, которые помогают для формирования отчетности. То есть, мы можем их использовать при заполнении прибыли для ипистов доходы и расходы. И если у вас предприятие хочет перейти на работу по патенту, то есть, соответственно, при работе по патенту вы имеете право применять разные системы налогообложения. То есть, например, по каким-то видам деятельности у вас есть патент, а по остальным вы работаете, например, либо по прощенке, либо по общему режиму. И здесь же у нас с вами находится раздел единый налоговый платеж. Соответственно, при формировании уведомлений мы с вами переходим в этот режим, выбираем период, когда мы формируем уведомление. То есть, мы его должны отправить тоже в определенные сроки. То есть, до 25 числа мы должны сдать всю отчетность, а до 28-го оплатить соответствующую сумму задолженности. То есть, в этом случае мы выбираем какую-то конкретную организацию. Ну, пусть, допустим, 19 число выбираем и формируем уведомление. Либо, если у нас выполнены все регламентные операции, все сформировано, то достаточно нажать кнопочку заполнить. Да, нам надо, чтобы она была числена, но поскольку у меня в дымобазе нету самих налогов, то по кнопочке заполнить я не смогу облегчить себе жизнь, к сожалению. Нет, не нужно. И еще один момент, это отчетность, которая у нас прочая, в принципе, как бы называлась, но тем не менее. В 1С ЕРП у нас основная функция для выведения задолженности и других финансовых показателей это закрытие месяца. То есть при закрытии месяца у нас не только закрываются затратные счета, распределяются расходы, ну, соответственно, мы получаем финансовый какой-то готовый, финансовый результат, собственно говоря, по которому можно проверить, то есть по оборотной сальдовой ведомости мы можем посмотреть, все у нас закрылось или что-то мы неправильно сделали. То есть вот у нас блок распределения расходов, доходы, расходы и финрезультат. То есть, соответственно, после закрытия месяца мы можем проверить по оборотной сальдовой ведомости и уже после этого готовить документы для оплаты, соответственно, для перечисления по банку. еще один момент, это у нас есть два не очень новых документа, которые, к сожалению, до сих пор сильно осложняют жизнь бухгалтерам. То есть первый документ, это когда налоговики могут признать вашу отчетность непредоставленной, он датирован 21-м годом, то есть начал действовать с 1 июля 21-го года. Это был перечень причин, по которым налоговики могут признать вашу отчетность непредоставленной, соответственно, со всеми сопровождающими этот процесс осложнениями, то есть блокировками счетов, с начислением штрафов и пений и так далее. И второй момент, это то есть первый момент, это признание отчетности непредоставленной, это у нас, так сказать, здесь комплекс мероприятий, здесь нужно, чтобы перед дачей отчетности либо бухгалтера, либо кадровики проверяли сведения, которые находятся в ЕГРУ, потому что в основном эти причины, по которым может быть признать отчетность непредоставленной, касается того, что неправильно оформлены подписи, подписана отчетность не той подписью, например, если если сведения об руководителе внесены в ЕГРУ неправильные, то есть, например, если руководитель поменял паспорт, либо по возрасту, либо в связи с заключением брака, либо если в вашей предыдущей отчетности какие-то ошибки обнаружены, то есть, это один, так сказать, повод для беспокойства, а второй повод для беспокойства, это, к сожалению, достаточно тривиально, это не отсутствие воинского учета, сейчас этому вопросу уделяется более пристальное внимание, и в ЕРП, напомню, для того, чтобы работать с воинским учетом, требуется его дополнительная активация, например, в программе там бухгалтерия или в каких-то других конфигурациях такой необходимости нет, а в ЕРП есть разделы, которые требуют дальнейшей дополнительной активации, чтобы с ними можно было работать дальше, то есть, в этом случае у нас будет задействован раздел НСИ и администрирование, то есть, активация дополнительных блоков происходит через него, и раздел кадры, то есть, вот видите, у нас проставлены флажки, что для наших реалий мы используем, и если мы спускаемся немножко ниже, то вот у нас раздел воинский учет, моя задача проставить вот эти вот отметочки, то есть, чекбоксы, если у меня их не стоит, то этот раздел у меня не будет виден в других местах, и соответственно, я не смогу использовать документы, которые применяются для воинского учета, то есть, вот этот флажок нам дает одну отчетность в год, которую мы должны сдавать, а вот эта вот птичка зелененькая, чекбокс, дает нам еще две формы, которые мы тоже должны будем сдавать, и поскольку сейчас они тоже переходят на электронный документооборот, то есть, рассылка мобилизационных уведомлений, повесток и так далее, то нужно проверить именно еще вот этот раздел, потому что штрафные санкции тоже предусмотрены. И так, сейчас мы один момент, после того, как мы вот эти все проверили свои разделы, то есть, даже если мы железобетонно уверены, что у нас все в порядке, нам лучше всего запросить выписку из Игрел, все проверить, удостовериться, чтобы потом у нас не были, не оказались какие-то большие штрафы, какие-то большие пени. Ну и соответственно, сделать сверку с налоговой службой по поводу задолженности, то есть, проверить, какая задолженность сейчас числится у вас в вашем личном кабинете. Сверки мы с вами можем делать напрямую из конфигурации 1СЕРП, и в этом случае у нас опять же будет регламентированный учет, у нас есть раздел сверки, когда мы можем запросить, ну, по какому-то нашему конкретному юрлицу, видите, как только я перехожу в этот раздел, у меня программа себя хвалит и говорит, давай с тобой напрямую работать без всяких посредников, то есть, без операторов ТКС, и в этом случае я могу выбрать какое-то свое юрлицо, если я ни одного юрлица не выбрала, то это будет по всем юрлицам, и выбрать какую сверку конкретно я хочу, то есть, акт сверки расчетов, либо вот выписка операции по расчетам с бюджетом, то есть, это как раз таки, видите, есть комментарии, что не применяется с первого января, то есть, это выписка, которая действовала в предыдущие периоды, и сейчас она у нас не актуальна, а вот то, что мы сейчас должны, ну, то есть, мы, соответственно, выбираем то, что сейчас мы должны бюджету, ну, допустим, вот, выберем вот так вот, и отсылаем запрос, что я хочу, чтобы мне сделали, на самом деле, прямая, прямой обмен с 1С, это сервис 1С отчетность, как я уже говорила, это достаточно комфортное, достаточно комфортный вид взаимодействия, потому что, например, при некоторых ситуациях, когда у вас, ну, либо признана отчетность недостоверной, либо вы получили требования предоставления либо документов, либо пояснений, дается достаточно короткий срок, то есть, в течение 5 рабочих дней вы должны предоставить ответ, либо откорректировать отчетность, вот в этом случае согласитесь на терять время на транзит, то есть, что вы отправляете сведения к оператору ТКС, потом оператор ТКС отправляет налоговую, и потом получаем ответ в обратном порядке, то потерять даже 2 дня при выделенных 5, это будет уже неудобно. Поэтому, в общем-то, сейчас достаточно многие выбирают прямой обмен, тем более, что если у вас немного юридических лиц, то по основному у вас может быть вообще бесплатно, ну, то есть, зависит от того, какое количество юрлиц у вас, и какое количество сотрудников, ну, и какие обороты. Потому что, конечно, если у вас нет сотрудников, и там персонал, это директор и бухгалтер, то в этом случае проще все-таки по этому юрлицу иметь прямой обмен. Так, мы отсюда с вами сейчас уходим и снова возвращаемся к нашим слайдикам. Так, и я хочу снова вернуться на титульный лист, то есть, на нашу первую страничку и напомнить вам наши контактные данные, то есть, наша электронная почта, телефоны и телеграм-контакты и, естественно, адрес сайта. Ну, и компания Кодерлайн приглашает вас к сотрудничеству. Мы выполняем весь спектр работ, которые касаются семейства 1С и не только, то есть, мы выполняем и доработку программы, и внедрение, и какие-то настроечные мероприятия, ну, естественно, продажу, настройку, это мы тоже осуществляем и имеем в этом плане богатый опыт. Поэтому приглашаем вас к сотрудничеству и хотим поблагодарить вас за то время, что вы нам уделили и за внимание. На этом разрешите закончить нашу встречу. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok